Здравствуйте, уважаемые наши подписчики! На огороде у нас ничего нету, потому что в этом году у нас помидор не было. Вчера она села там собачкам кушать, Ларисы. Смотрю, они уже все помидоры вырвали, уже такая куча большая. Я говорю, ладно, можно я соберу зеленые помидоры? Она говорит, а собирай и посмотрите. Я насобирала целое ведро. Ну вот эти выберу, будем сейчас кушать. А зеленых помидор целое ведро. Я хочу, конечно, их разослать на чердаке, пусть они дозревают. Ну и приготовлю, вот покушать, но также можно готовить икру из зеленых помидор на зиму. Икра или заготовка, как хотите. Так что сейчас у нас будет икра из зеленых помидор. Вы, если хотите, если у вас много, потому что такие вопросы очень часто становятся. Если у вас есть помидорчики, вот видите, немножко даже уже завял. Не вовремя, наверное, давно вырвали. Ничего, все пойдет. Сейчас я возьму все, что буду делать, я вам буду показывать. Когда вы будете готовить икру такую или заготовку на зиму, то берите в равных пропорциях всего. Ну, помидор, конечно, больше всего получается. Сейчас есть такие помидоры, что совсем зеленые, вот такие. Если вы будете перебивать погружным, пожалуйста. Но я хочу сделать, чтобы были кубики. Значит, я сейчас нарезаю помидоры все кубиком. И посолю, и на час оставлю. Так, все, нарезала. И теперь, ну, где-то на столовую ложку. Это для того, чтобы помидоры пустили сок, потому что они совершенно зеленые. Так, все, достаточно. Они сразу-таки влажные стали. И оставляем на час. А за этот час подготовим, я называю, знаете, как говорится, последний привет лета. Вот эти такие заготовки. На огороде немножечко еще есть перца, морковка есть. Поэтому приготовьте то, что у вас есть. Лук, перец болгарский, острый очень хорошо. И морковку. Смотрите, что я беру. Я беру перец болгарский, зеленый, какой там у меня есть. Яблочко. Две луковицы вот таких средних. И три вот таких вот морковки. Морковка у нас получается самая твердая. Поэтому я ее натру на среднюю терку. Вот, чтобы она у нас, ну, недолго тушилась. Вот так. Натираю морковку. Так, морковку натерла. И сразу натру яблочко. Яблочко, конечно, берите такое тверденькое, кисло-сладкое. Ну, и натираю сразу сюда к морковке. Опять-таки, как помидор, видите. Чтобы не очищать яблоко. На четыре, середину вытащили. Все. Шкурочка вот вас в руке, вы ее выбрасываете. Все. Значит, морковку и яблочко натираю на терку. Все остальное. Яблочко я натерла. Все это обираю. И вот так яблочко пусть наверху будет. Взбрызну лимонным концентратом. Вы можете взбрызнуть немножечко, чтобы не сильно потемнело оно, яблочным уксусом. Но я готовлю для еды. Хотя, может, будет много, то маленькую баночку закрою. Я буду использовать лимонную кислоту в дальнейшем для приготовления и для того, чтобы довести по вкусу. Все. Все это готово. И сейчас нарезаю вот эти овощи, которые остались. Нарезаю таким же кубиком, как и помидоры. Так, лук я нарезала. И сейчас я беру чеснок, который... У меня такая небольшая головка была. Вот чеснок. Раздавливаю и нарезаю вместе с луком. Я его буду обжаривать сразу. Вот первое, что у меня пойдет к растительному маслу на разогретую сковородку, это чеснок и лук. Вот не знаю, мне нравится раздавить и мелко нарезать. Вот через чесночницу, но я не люблю. Мне как-то не такое ароматное. Так, все. Сейчас я ставлю сковородку, но вы все увидите. Так, бросаю чеснок. Чуть масло разогрелось. Лучше бы схватилось температурой. Теперь отправляю лук. Чуть-чуть по сырью. Морковка и яблоки ждут. Цвета ничего. Чуть прозрачный станет. И добавляю морковку с яблочком. Сливочное масло я налила. Где-то 70 мл. Смотрите сами. Лучше потом добавить, потому что еще и морковка, и яблоки. Здесь очень много сока. Она сейчас в жидкости у нас будет тушиться. Так. Перемешиваю. Убираю огонь. И сейчас ничего не солю, ничего. У нас должна морковка чуть-чуть с посернуться и как бы протушиться. Рассказывать много нечего. Смотрите, видно прямо, что такая мягенькая стала морковочка. И теперь нарезанный перец болгарский отправляю сюда. И буквально пару минут еще с перцем. И теперь я взяла помидоры. Вот видите, сколько там жидкости. Я сейчас попробую, как они на соль. Нормально, они не соленые. Вот вместе с этой жидкостью, вот она жидкость, та, что пустилась. Высыпаю сюда помидоры. То есть я не смываю и ничего не сливаю. Единственное, что сейчас добавляю огня. Перемешиваю. Народности. Накрываю крышкой. И пусть это все тушится на медленном огоньке. Я уберу огонь. Конечно, хорошо сюда добавить перца чили. У меня перца чили нет. И поэтому, чтобы сделать вот икру немножечко острой, я добавлю. У меня есть кетчуп чили. Веселенькая такая получается у нас расцветка. Сейчас возьму крышку, прикрою. Видите, сколько жидкости вот здесь? Вот я ее закрываю. И пусть она себе тут тушится. Минут 20-25. Ну что, давайте попробуем, что посмотрим. Видите, сколько здесь влаги. Это все хорошо. Пусть под крышкой так и тушится. По соли пока ничего. Сейчас я добавлю сюда кетчупа. Ну, я не знаю, 2 столовые ложки. Вы видите, что у меня получается много этой икры. Если не хотите, чтобы вот такой цвет был, не добавляйте ни пасту, ничего. По вкусу потом доведем кислотой. Я, наверное, пол-литровую баночку даже закрою, потому что это очень много получилось у меня. И накрываю, пусть тушится. Почему тушится? Морковка уже мягенькая. Потому что помидоры очень твердые. Они полностью зеленые. Они уже хорошие. Добавляю соль. Здесь по вкусу, наверное, это все уже адыгейской. Но уже нет. Так, соль. Черный молотый перец обязательно. Вообще специи добавляйте, какие вам нравятся. Чили пока не дал остроты, поэтому я не буду спешить добавлять. Потому что может открыться. И кориандр добавлю сейчас. Кориандр сюда. Так вкуснее намного, когда свежеизмельченный. Кислоты не хватает. Значит, нужно добавить лимонной кислоты. Я не буду добавлять уксуса, ни яблочного, ни 9% лимонная кислота. Добавлю, вот у меня такая вот мама открыла, срезала, неудобно закрывать. Надо ее использовать. Приправа картошки и до овощи. Лимонной кислоты пока добавляю, вот как присолю. Попробую. Потом лучше добавить потом, чем уже будет поздно. Сахара где-то 2 столовые ложки. И перемешиваю это все. Очень вкусно пахнет. Тогда сразу сейчас поставлю баночку стерилизоваться. Но мне кажется, придется мне добавить чили. Чуть-чуть я люблю остренькое. Придется добавить сухой чили. Так, пробую нам вкус. Замечательный вкус. Не хватает перца чили. Сейчас я добавлю вот сухенького. Я люблю, чтобы было остренькое. И добавлю соли. Не соленая. Кислота должна быть по кислоте. Как будто бы чуть-чуть вроде бы кислее, чем положенного. Не переживайте. Остынет. И все будет хорошо. Вот такая красивая икра у нас получается. Так, все. Накрываю крышкой. Еще минут 5. Банку стерилизую. И все готово. И последний штрих. Это сейчас осенний укропчик на огороде. Такой шикарный. Что нужно его тоже использовать. И аромат, и вкус будет. Все перемешиваю. И совсем маленький огонек. Пока я не отправлю икру в банку. А та, что останется, выключаем. Пусть остывает. Ну что, банка с крышкой простерилизовалась. Я беру сейчас полубничек. Смотрите, как хорошо на маленьком огонечке. И жидкость вся лишняя ушла. Я не люблю, когда много жира. Вы хотите добавить, добавляйте растительного масла. Я не люблю. Вот такой цвет красивый. Так, беру теперь банку, которая готова. Простерилизованная. Обязательно. Обязательно банку стерилизуем. Так, крышечку сюда пока. Липу вставляю. И накладываю икру. Быстренько это все. Уже досыпем так сюда. Вот помарусим поясок. Сильно много не надо. Все. Это выключаю. Это сейчас на тарелку. Эту закрываю крышкой. Вот как выглядит в банке. И полутрою банку простерилизую 10 минут. Все, вам сейчас покажу. Вот и все. Вот получилось сколько икры, чтобы кушать. Она пусть остывает. Мы с вами обязательно попробуем. А эту банку сейчас я ставлю стерилизоваться. С момента закипания 10 минут. Вот я беру такую костюльку. Сюда положила тряпочку на низ. И жду, чтобы водичка нагрелась. Где-то градусов 40. Чтобы банка не лопнула. Она хотя бы горячая, но все равно в холодную воду ставить нельзя. И ставлю ее сюда. Так, видите. Водичка у меня помарусен поясок. То есть, где горлышко идет на сужение. Все, закипает. 10 минут с момента закипания. То все готово. Смотрите, какая икра получилась в баночке. Она подостыла уже. Сейчас я возьму кусочек хлебушки. Особенно темненького. И попробуем, какая же получилась икра. У меня, честно говоря, о слюнке текут. Смотрите, какая она на цвет. Красивая, да? Не скажу, что из зеленых помидор. Впечатление, что из кабачка. Пробуем. Супер. Сказала секунду, а еще раз укусила. Ох. Чили нам не дал остроты. А вот я досыпала сухого. Чили. Очень вкусно. Просто замечательно. Ребят, но все-таки нельзя. То, что, как говорится, Бог дал, надо все переработать. Ну, чего же выбрасывать? Такая икра получается. Так что приготовьте обязательно. И покушать просто так сразу. И в заготовку. Очень вкусно. Все, мои хорошие, до свидания. Смотрите. Здоровья вам. Всего-всего самого-самого лучшего. И, конечно же, желание готовить. Готовить вкусно. Нужно готовить с настроением. До побачения. До новых встреч.